Осенью прошлого года жители микрорайона Бахчеванжи столкнулись с неожиданным подорожанием. В своих платежках они обнаружили повышение тарифа за теплоснабжение. Мы решили разобраться, с чем связан такой скачок цен и обратились за комментариями к генеральному директору ООО «Щелковские коммунальные системы» Сергею Дуднику. Именно к этой организации в сентябре 2015 года перешло право поставлять теплоэнергию в дома микрорайона. Так почему же котельная ФГБУ «Звездный городок» и тепловой пункт Чикаловского аэродрома Рео больше не обслуживают жителей улицы Беляева? Оказалось, прежние поставщики ресурсов сами отказались от поставок теплоэнергии в микрорайон. У каждой котельной для этого своя причина. Котельная аэродрома находится в ужасном техническом состоянии. Нам пришлось в новогодние праздники в аварийном порядке переключать дома с нее на котельную «Звездного городка». Котельная «Звездного городка» официально ФГБУ отказывается от теплоснабжения Бахчеванжи в связи с убытками, которые эта деятельность им приносит. Таким образом, микрорайон остался сразу без двух поставщиков тепла. Эту информацию нам подтвердили и в администрации Щелковского муниципального района. Оба поставщика заранее предупредили руководство района о намерении расторгнуть договора о поставке теплоэнергии. Информация об этом была указана во всех платежных документах. ФГБ «Звездный городок» в 2013 году написал обращение на имени главы городского поселения Щелкова и его управляющей организации, что выводит один из котлов теплоснабжения и не может обеспечивать жителей теплоснабжением. Согласно законодательству они сделали все правильно, за три года оповестили. Летом договора с обоими ресурсниками окончательно были расторгнуты. После ряда совещаний в администрации района управляющая компания ДСЖКХ, которая обслуживает дома на улице Беляева, заключает договор о поставке тепла с ООО «Щелковские коммунальные системы». Но почему же повысилась плата за тепло? Представители компании ЩКС поясняют, у каждого поставщика ресурсов свой тариф. Его утверждает комитет по ценам и тарифам Московской области. И по закону отступать от утвержденной суммы организация не имеет права. «Заключать договора и поставлять услугу отопления горячего водоснабжения и выставлять счета мы имеем права только по тому тарифу, который нашей компанией выделен. Мы не можем продавать по тарифу Звездного городка, РЭУ или еще какого-то поставщика». Прежняя сумма, которую жители улицы Беляева платили за теплоснабжение, была существенно ниже средней по району. Теперь тариф за тепло увеличился почти на 30% и сравнялся с показателями во всем муниципалитете. Тем не менее, власти понимают, что повышение это слишком резкое. Поэтому администрация обратилась в Совет депутатов, который утвердил положение об адресных выплатах всем жителям микрорайона Бахчеванджи. Сейчас районные власти разрабатывают механизм этих выплат. «Мы сейчас утвердили положение об адресных выплатах на Совете депутатов. Вся информация, как это будет происходить, я думаю, в течение месяца будет доведена до жителей. И также на Совете депутатов утверждено предельный индекс роста тарифа 22,5%. Тем не менее, есть одно «но». По словам представителей районной администрации, выплаты могут получить только те, кто вовремя оплачивал коммунальные услуги. Те же, кто имеет перед ресурсниками задолженности, никаких бонусов иметь не будут. Мария Смирнова, Александр Ржевский, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова